это первый момент второй момент чтобы не оставлять нашу тему сваркой и я хотел бы поделиться с вами то что был у меня в этот шаббат мы сделали чонт и чонт оказался жидким ну как жидким не суп чонт но там было довольно приличное количество жидкости он был очень горячий вот и подали уже в принципе во втором сосуде то есть из кастрюли положили в специальную посуду подали в этой посуде на стол это посуду стояла на столе вы набирали кушали вот поскольку набирали так чтобы не делать отбор вот соответственно в тарелку была помещена уже так то есть как бы картошка содержимое этого чем-то вот и жидкость жидкость которая неименовым разом остается как бы когда вы наливаете чем-то не отбирая скажем так вот поскольку я съел это самый чем-то не заделась добавки и жидкость как раз это осталось жидкость как бы трудно подбирать особенно вилкой вот жидкость осталось там это жидкость уже остыла вот и как раз когда я хотел взять добавку я здесь как раз себя вовремя остановил что проверить картошка ли это остыл или нет то есть скажем так прошло я думаю минут мы не меньше семи нами пить 6 7 минут 6 минут хотя бы не меньше прошло с тех пор вот и я на всякий случай вытер тарелку так остаюсь от жидкости взял салфетку просто вытер эту самую жидкость но не было в таком количестве можно было вполне подобрать ее салфеткой вот чтобы тарелка оказалась сухой и тогда уже положил полет на чон он был горячий довольно таки то есть мы с вами говорили про то что крупные куски у нас является как до варгуш да то есть они долго держат тепло и как раз был такой случай то есть что здесь возникает вопрос что подогревается жидкость вода которая уже остыла при помощи первого сосуда первый сосуд как мы говорили что только устражение как первый сосуд но тем не менее это так а так она и есть так вот и вот вам пожалуйста ситуация которая буквально происходит походу похода трапезы которые безусловно правильно было бы избежать так учитывать этот момент теперь второй момент который сказать наше время не очень распространена это такой момент укутывания так новые темы которые мы к вам с вами обязательно переходим связаны сваркой не очень мы ее как бы сейчас практикуем вот и вы знаете зазря мне кажется вот я я знаю что моя мама она нам это буквально сколько я когда я жил с мамой еще в те времена она укутала совершенно так инстинктивно по-еврейски укутывала каши не обязательно шаббат она укутывала это даже в такой день вот потому что с одной стороны с одной стороны не нужно его лишний разгреть с другой стороны сохраняется прекрасно сохранять тепло вот они слишком горячие если это не холодная вот это бывает очень удобная вещь вот и просто мы сейчас это как бы не очень и практикуем но мне кажется если подумать как бы когда как мы могли это сделать то нашли бы это применение довольно нередко мне кажется вот поэтому эти аллах это законы безусловно правильно нам знать вот и не говорить что я это не практикую я это не применяю к тому же есть безусловно случай которые безусловно мы все к ним подходим это касается всяких мы с вами уже говорили по поводу бутылочек для малышей которые нужно подогреть там молоко кашицу так такие вещи и там помещаем вот поэтому давайте начнем только это тем потому что нас есть огромный материал связанные с песохом поэтому коснемся по крайней мере этой темы для начала так в это проходили уже так я надеюсь что здесь уже есть какое-то ознакомление с этой темой вот поэтому начнем все-таки с общего определения как это связано с предыдущими двумя вещами то что мы с вами говорили шагия да то что мы ставим перед шаббатом еду на источник огня и как это связано с возвратом так значит прежде всего связано это тем что оно запрещено под тем самым причинам то есть нельзя укутывать нельзя мудрецы запретили укутывать до субботы так в двух вариантах вы знаете в скажем так тех или иных вещах которые добавляют жара вот и вещах которые жар не добавляет только его сохраняют те вещи которые добавляют жар нельзя укутывать до шаббата так а те вещи которые жар только сохраняют нельзя укутывать именно в шаббат а до шаббата это разрешается делать так это вещи базисные понятны теперь почему мудрецы запретили важно знать почему они это запретили значит то что добавляет жару запретили мудрецы потому что человек мог решить что если можно ставить любую вещь который добавляет жару значит можно таким образом ставить и на какие-то допустим скажем так песок с углями песок с углями углями которые горячие еще довольно таки вот и он может поставить это вот так вот такое вот такое вот место и там уже возникает недалеко вероятность что может пошевелить угли которые могут сильнее возгореться и таким образом нарушит запрет торы поэтому мудрецы запретили ставить укутывать любые вещи которые способствуют повышением температуры так то чтобы до субботы нельзя это делать чтобы человек не сделал там не спутал эти самые моменты не пошевелил угли теперь то что мы запрещает в сам шаббат укутывание по той причине что человек может обнаружить что уже в шаббат его блюдо оно остыло так и захотеть его разогреть оказалось такая невероятная вещь чего вдруг ему придет голову разогреть так вот но поскольку он приложил уже старание он сделал все от себя возможно того чтобы это сохранить в тепле но не исходил с него тепле так вот поэтому а ему важно достичь своей цели он может не удержаться и тем не менее каким-то образом попытаться поставить и разогреть это уже непосредственно источники огня вот поэтому мудрецы запретили изначально укутывать сам шаббат еду так даже в укутывание которое не только поддерживает тепло но не способствует его повышения то это когда вы ставите нельзя спрашиваете нельзя ли вам укутывать когда мы ставим источники огня укутывать нельзя в этом в ситуации когда мы ставим источника огня безусловни depth на плату то есть допустим сова ты говорить или свава а до шаббата в говорить когда вы поставили до шаббата на источник огня, и вы хотели поставить это в укутанном виде. То есть вы ставите как раз в ситуацию, когда это добавляет вам жар. Как раз мы говорили о том, что это нельзя делать. Потому что это как раз то, что мы говорим о том, что мы укутываем, и в то же время это добавляет нам жару за счет того, что у нас идет. Конкретный пример. Как вы укутали? Чем? Нет. Ну, например, полотенце было везде, по бокам. Но чтобы потом в норму поставить оплату. И так поставить оплату. То есть если я отдельно укутываю вначале, так что это рома слива, а потом ставлю оплату. Вы не считаете, как одно целое скульптуре, а потом это полотенце? По идее нет. По идее нет. Это по идее не должно начинаться. Вот. К тому же вы все делаете до субботы, правильно? Да. Потому что вы не можете поставить на оплату уже во время субботы то, что у вас не стояло. Соответственно, вы ставите сейчас полотенце вместе, она не является с ним единым целым. Она и становится одним целым. Даже, мне кажется, если скотчем его прикрепить, она... По идее нет. Я подумал, надо все-таки найти субботу еще раз, но, мне кажется, нет. Время субботы нельзя укутать даже вещь, которая только подняется. Поддерживает тепло. Даже поддерживает тепло. Но, 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 мы сейчас как раз начнем с... Но это все, что нельзя теперь выношать того, что можно, да. То, что у вас уже было укутано до субботы, вот к этому разрешается добавлять. Да, но здесь идет речь о том, что до субботы и поставить это все на плату. Укутать и поставить на плату. Вот. А вы спрашиваете, что можно делать уже в саму субботу. В этом есть разница. Давайте на этой части пока мы остановимся, потому что у нас очень много аллахот связано с Песохом. Перейдем к Песоху. Да. Перейдем к Песоху. Перейдем к Песоху. Песоху. Продолжение следует...